Голос увидел показатели административности Голос увидел показатели административности для региональных чиновников Коммерсант от 19 февраля 2019 года 9 часов в движении Голос осудили обсуждаемые в администрации президента ключевые показатели деятельности по выборам для региональных властей В заявлении, подготовленном движением, говорится, что это подтолкнет губернаторов и их заместителей к злоупотреблению полномочиями и нарушению законодательства Источники твердой знак ВАП говорят, что одним из ключевых КПИ по выборам будет их легитимность и с региональными властями обсуждают, как замерять этот показатель К единому знаменателю пока не пришли Движение Голос выступило с заявлением, осуждающим вмешательство администрации различного уровня в избирательный процесс С 14 по 16 февраля администрация президента проводила в Подмосковье семинар для вице-губернаторов по внутренней политике По информации РБК, там были раскрыты ключевые показатели эффективности КПИ По которым АП будет оценивать работу региональных властей Среди прочего были указаны и КПИ По выборам Результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании Легитимность выборов Уровень явки Неназванные СМИ-участники семинара утверждают, что показателем успешности работ вице-губернатора указана уверенная победа кандидата от власти в первом туре губернаторских выборов При явке в среднем не менее 30% Говорится в заявлении голоса В движении считают, что желание угодить руководству страны будет подталкивать руководителей части регионов к злоупотреблению полномочиями и нарушению законодательства В то время как закон о государственной гражданской службе РФ запрещает использование преимуществ должностного положения в интересах политических партий или в целях предвыборной агитации В движении напомнили, что российское законодательство не допускает вмешательства ни АП, ни региональных администраций в избирательный процесс с целью достижения определенного результата на выборах В связи с этим голос обращается к руководству АП и Центризбиркома с просьбой высказать недвусмысленную позицию о недопустимости вмешательства администрации всех уровней в избирательный процесс Источник твердый знак ВАП уверяет, что показатели КПИ по выборам руководства АП пока не утверждены Это подтверждает еще один собеседник твердый знак Сначала нужно провести пару семинаров, чтобы ГУБЕР и их заму въехали в тему, а уже потом показатели будут утверждены Источник твердый знак ВАП говорит, что на семинаре обсуждался вопрос, что можно в первую очередь считать показателем легитимных выборов Отношение людей к тому, насколько выборы прошли честно и чисто, можно измерить социологически, задав соответствующий вопрос С другой стороны, показателем легитимности можно считать явку Только в таком разрезе на семинаре явка и обсуждалась Собеседник добавляет, что чиновники АП обменивались мнениями на этот счет с вице-губернаторами Но к единому знаменателю пока не пришли, потому что на уровень явки влияет множество разных факторов Например, плохая информированность, скучный список кандидатов Из-за этого явка может быть невысокой, но выборы при этом пройдут чисто Другой собеседник твердый знак ВАП говорит, что перед вице-губернаторами была поставлена задача по повышению доверия людей к власти Показатели по выборам тоже есть, но они не про явку, а про легитимность выборов Таким образом, сторонники честных выборов, наоборот, должны приветствовать постановку таких целей региональным чиновникам Замечает источник твердый знак При этом раскрывать показатели КПИ По выборам он отказался София Самохина Почему Минэкономики предложила оценивать вице-премьеров по КПИ Твердый знак ознакомился с предложениями Минэкономики по оценке эффективности работ вице-премьеров действующего правительства Эти КПИ Разрабатываются ведомством согласно поручениям Владимира Путина и Дмитрия Медведева Об успешности вице-премьеров предложено судить исходя из целевых индикаторов национальных проектов Таких как уровень бедности, темпы роста экономики или смертность на дорогах Читать далее